Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Как новые технологии внедряются в образовательные учреждения? Какие направления деятельности и развития выбирают детские сады? Об этом говорим сегодня и в нашей студии заведующие детскими садами. Номер 462 Евгения Горохова и 87 Галина Амельченко. Здравствуйте, Евгения Федоровна Галина Валерьевна. Мы хотим вас поздравить с тем, что вы стали лауреатами-победителями Всероссийской выставки форума образовательных учреждений. Масштаб федеральный всей страны и вы стали лучшими, можно сказать. Я хочу попросить вас рассказать об этом таком грандиозном мероприятии и, главное, почему вы решили в нем принять участие. Вот как все это произошло? Кто из вас был первым в этом? И, главное, знаете, что интересно, вы действовали вместе или вот сами приняли вот сами по себе такие инициативы? А потом оказалось, что вы две стали победительницей. Самара? Ну, о Всероссийской образовательной выставке я узнала из-за рассылки интернета, потому что я уже была не первая. Первый этап проходил в январе, по-моему, в ноябре-январе, а мы были уже участниками второго тура. Это было в феврале месяц. И нужно было рассказать о своем дошкольном учреждении, предоставить визитную карточку и инновационную работу своего образовательного учреждения. И на сайте мы предоставили опыт работы с детьми. Это непосредственно образовательная деятельность. То есть разместили в фильмы, презентации, также конспекты, фотоколлаж предметно-пространственной среды, участков. Накупленный опыт по духовно-нравственному воспитанию, допустим, дерева добра, которым мы выступали уже раньше в городе Отрадном, на выставке, на ярмарке социально-педагогических проектов. То есть весь материал ваш рабочий, да? Это вот в электронном виде, в виде каких-то презентаций. Вы все представили и оказались лучшими. А в чем специфика вот этого мероприятия? Почему вы его выбрали, чтобы в нем участвовать? Что вам показалось интересным и таким привлекательным? Ну вот мы как раз участвовали. Это было участие ноябрьское, ноябрь 2015 года. Вообще о том, что эта выставка, форум проходит, наше учреждение узнало из интернета, как в главе сообщественного направления, где можно узнать источник информации. Потому что мы очень часто смотрим там в интернете конкурсы, которые организуют Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, наша Самарская область. То есть мы смотрим, ищем, где можно поделиться своим опытом работы. И вот наткнулись на то, что организуется вот этот форум-выставка учреждений. И, естественно, захотелось показать все свои достижения именно там. И вы тоже вот в таком электронном виде, вот в виде фотографий, видео, да, каких презентаций, все это разместили? Да, да, да. То есть все разместили. То есть и какие сборники мы печатали, и в каких конкурсах участвовали. То есть вообще какие направления у нас реализуются в детском саду, все показали. Понятно. Вот теперь хотелось бы подробнее поговорить о направлениях как раз ваших детских садов. Потому что если вы стали лучшими, да, значит направления выбраны правильно, и вы хорошо по ним идете. Евгения Федоровна, какое направление у вас в саду основное? Или их несколько? Ну, знаете, когда-то давно Белинский сказал, есть много родов образования и развития, и каждый из них важен самому по себе. Но выше всех должно стоять образование нравственное. Я бы добавила духовно-нравственное воспитание, потому что сейчас это так актуально, когда идет поиск духовного возрождения России. И поэтому вот это духовно-нравственное направление является приоритетным в работе нашего дошкольного учреждения. А это вот с какого времени? Вы выбрали его как духовно-нравственное, как приоритетное? Мы работаем, можно знать, работа началась у нас давно еще. Еще 10 лет назад мы познакомились с Епархиальным образовательным центром «Воскресенье», наладили творческий такой союз и стали работать. То есть, понятно. А родители, вот такой вопрос, родители, когда отправляют ребенка в ваш садик, они знают, что у вас такое направление деятельности, да? Да, они знают. И специально, наверное, да, вот именно под это направление своего ребенка уже готовят и понимают, что это важно. Ну, это одно из направлений, которые важны, да. Потому что если оно приоритетное, кажется, что не все могут быть с этим согласны. Одно из важных, потому что, понимаете, вот иногда, когда наблюдаю за детьми, я вижу жестокость, которую проявляют дети друг к другу сейчас. Но это не сейчас, наверное, дети всегда агрессивные были, да? Вот какие-то специфика возраста, да? Так, построить среду и свой образовательный процесс, чтобы воспитать в детях как-то добро, чувство, сопереживание, любви и уважения друг к другу, чтобы они думали, ну, не тогда, когда у него самого коленка разбито плакали, а тогда, когда у другого товарища, чтобы могли пожалеть его хотя бы. Да, то есть вы воспитываете в ребенке и сочувствие, сопереживание, такой вот подход, действительно, духовно-нравственный, да? Да, когда вот не только я, а вот... Я не говорю, что это должна быть религия, ведь в основе любой религии лежит любовь, взаимопонимание, понимание и принятие друг друга, а это постулата любой нравственности. Да, да, вот потому что, да, вот здесь как раз вот и вклинивается, когда вот вы сказали, что контакты с воскресением, да, вот с этим центром, потому что не все могут быть и принять это. А у нас танцевальный коллектив, допустим, под руководством музыкального руководителя Красильникова Юлии Евгеньевны Калинка. Вот это... Уже такое русско-народное. Да, именно к русско-народному творчеству мы подходим. Да. И вот с этими танцами мы как раз являемся, с этими танцами мы выступаем на всех праздниках, которые проходят у нас в микрорайоне, на конкурсах и фестивалях. Наши детки часто выступают на нашем самморском театре оперы-балет, да, на рождественских и пасхальных праздниках. А также мы приглашались на бал губернатора. Наши детки отлично там выступают с своими танцами. Ну и, знаете, вот интересно, интересно у нас работает также русский народный ансамбль фольклорного направления. Это истоки. Они относят, потому что они вот идут к самим истокам русско-народной культуры. И берут оттуда вот такое мелодичное пение. Необычно, не так, как сейчас поют русские народные песни, а вот именно в своей необычной манере преподносят слушателю. Это очень трогательно и подкупает зрителя. Это очень похвальное направление, потому что все мы сетуем на то, что вот у нас вот это направление как раз народности, народное, да, как-то уходит. И что вот никто уже не помнит ни песен народных, тем более не поет и не танцует. И даже не представляет, что это за танцы, да, тем более в детском возрасте. И очень хорошо, что вы это, конечно, подхватили, вот это направление. Я хочу передать слово Галине Валерьевне и уточнить, кто-то из ваших садов занимался очень активно здоровьем в предыдущем. Это вот ваш сад. А, это ваш как раз, да? А теперь какое у вас направление? Сначала получилось так, что когда детский сад открылся, только родился, первые несколько лет развивался, благоустраивался, а потом решили именно вот как-то основной упор сделать на физкультурно-оздоровительную работу. Это тоже важно, не менее важно, да, здоровье ребенка. Более 10 лет мы занимались этой проблемой, была написана авторская программа коллектива, то есть мы работали по ней. Получается, что методических пособий мы выпустили около 3-4 у нас методических сборников именно по этой проблеме. То есть мы делились опытом, своим опытом работы с коллегами, то есть и на конференциях, и на совещаниях, вели курсы повышения квалификации в областном институте повышения квалификации. А переняли, много опыт переняли ваш? Да, то есть получилось так, что мы действительно увидели востребованность, востребованность этой данной темы, то есть в других детских садах. И потом, когда мы уже прошли, это уже были 2000-е годы, уже наступили, то есть когда мы уже как бы всю работу провели по этому, мы ее, конечно же, продолжали. Мы перешли уже, выбрали в приоритет новое направление, работать с детьми как-то больше, захотели углублено в другом направлении поработать. Но здоровьем, детей, укреплением так и продолжали заниматься. У нас в 2014 году вышли на всероссийский конкурс физкультура, цирк, спорт. В 2014 мы заняли второе место по Приволжскому федеральному округу. В этот же год были записаны комплексы утренней гимнастики, которые ведет у нас инструктор физкультуры Папова Татьяна Анатольевна. Они транслировались по вашему каналу в 2014-2015 году, утром, половина восьмого, в восемь утра. Прекрасный проект, я его помню. Получается, что мы этим опытом делились постоянно и сейчас, продолжаем. Галина Валерьевна, а как можно оценить результативность этого направления проведенного? Дети меньше болеют? Или как все это оценивается? Да, конечно. Проводилась диагностика с медицинскими работниками. Мы сотрудничали с областным центром медицинской профилактики. Поэтому там проводилась сравнительная характеристика. И было видно, что если внедряются новые технологии, если ты работаешь усиленно в этом направлении, то действительно здоровье детей намного улучшает, заболеваемость падает. А приходили в садик обычные дети, без всяких отклонений, вот какие-то здоровья? Да, да. Обычные дети. И причем еще потом улучшали свое здоровье тоже. Теперь следующий вопрос. Вот нынешнее направление после здоровья, которое вы избрали сегодня, приоритетно, оно в чем-то согласуется с направлением искусства песен и танцев высокодуховного, я бы даже сказала, Евгения Федоровна, или нет? Есть. То есть у нас, ну сейчас мы шли как бы по двум направлениям и выбирали. Мы выбирали познавательное развитие. Не только из-за того, что оно нам просто как бы понравилось, то есть педагоги захотели по этому направлению работать, но и все-таки оно действительно очень значимо. Она прописана в стратегии комплексного развития Самары и в федеральных государственных образовательных стандартах по опознавательному развитию. Тема у нас была формирование основ информационной культуры дошкольников. Потому что мы все-таки действительно думаем, что к 2025 году современный ребенок, он должен владеть современными технологиями, которые будут жить в эти годы в Самаре. Поэтому мы старались как-то научить детей получать правильную информацию из разных источников. То есть это основным, которым мы занимались. И опять выпустили тоже методическое пособие. Старший воспитатель у нас Хахалева Марина Владимировна написала авторскую программу «Наукоград для дошколят». То есть мы занимались вот познавательным. Но перекликаясь с художно-эстетическим развитием, тут мы тоже здесь работаем. То есть очень часто у нас дети участвуют в каких-то творческих конкурсах. В частности, проходил здесь, в городском округе Самара, проходил 9-й международный фестиваль детского и юношеского творчества «Весенние капели». Мы принимали участие и стали дипломантами третьей степени, то есть выступая здесь. Замечательно, потому что иногда складывается впечатление, что вот дети приходят в детский сад, родители их привозят, и они там сидят. Выходят на территорию немножко, погуляют, опять заходят в свою комнатку, не комнатку, помещение, и так вот там сидят. Оказывается, что вы вывозите детей в свет, чтобы они демонстрировали уже в таком маленьком возрасте свои способности, которые вы развиваете. Я знаю, что вы принесли фотографии, 462-й садик, вот сейчас они появятся на экране. Я прошу вас прокомментировать, чтобы мы увидели, не только услышали, но и увидели, как ваши дети в каких мероприятиях принимают участие. Вот, пожалуйста, что это? Это вот, наверное, ваш садик, да? Да, это наше дошкольное учреждение, которое находится в 15-м микрорайоне. Это как раз мы работали над проектом «Дерево добра», и одним из подпроектов было День Победы, Дорогами Войны. Вот родителями была проведена большая работа архивная, когда они нашли архивные документы своих детей, ой, своих дедов, прадедов, и это представили на конкурсе, представили мамы. Да, прошлый год был юбилейный, да? Да, да, и очень трогательно было особенно читать молитвы, когда мама отправляла своих детей когда-то на войну, с этой молитвой они сохранились до сих пор. Вот как раз в воскресенье детский центр, да? Это вот образовательный детский центр «Воскресенье». Вот это отец Сергий, который основал этот образовательный центр. Он приходит к нам на крещение, детки к нему подходят, интересуются различными вопросами. Это была экскурсия. Это непосредственно общение происходит. Да, это вот наш танцевальный коллектив «Калинка». Который занял первое место. Это вот как раз в храме Кирилла и Мефодия. Все костюмы какие у вас интересные. Кто же помогает с костюмами? Это родители. Родители, да? Родители. Мы шьем сами. Это вот фестиваль «Русская зима», когда мы выступали, там мы тоже заняли призовые места. Это наш ансамбль «Калинка». И разный костюм. Да. Очень хорошо. Это вот в храме Кирилла и Мефодия. Как раз вот ансамбль «Родники», у них своеобразный. Это в храме, где наши воспитанники стоят, уже получают. Это конференция «Духовный скреп России». Это театр оперы и балеток, где наши воспитатели. Уже даже и в театр оперы и балетки вышли дети. Да, дети. И какие впечатления у них остаются? Ведь огромная сцена, самая престижная в нашем городе, можно сказать. И они уже демонстрируют свои... Свои... Чувство гордости такое, чувство уважения к самому себе. Что важно, чтобы потом адаптироваться в общество. Это как раз работа с родителями. Да. Показывали? Да. Вот как раз у меня тоже был вопрос о работе с родителями. Как-то вот нужно налаживать ее и со стороны заведующего, и со стороны воспитателей. Да, они всегда проходят все гладко. Я знаю, что и у родителей бывают претензии, и у воспитателей требования к родителям определенные. Как выстраивается работа? Галина Валерьевна, как вы выстраиваете? Вот как-то вы тоже их подтягиваете? Вот шьют костюмы, помогают Евгении Федоровне. А у вас что? Ну, как, с родителями работаешь, различные формы применяешь. Это и общеродительские собрания, то есть они проходят не реже двух раз в год. Проходят. Это и групповые родительские собрания, где как раз и мы рассказываем, чем занимаемся с детьми, чему мы их учим. И как раз вот стараемся привлечь, то есть рассказать о том интересе, который вот есть у нас в детском саду, о том, что интересно их детям, то есть чему мы их хотим научить, как мы их хотим воспитать. И получается, что родители, он проникается этим, то есть интересами своего же ребенка, и уже видим, что они хотят помочь. И они нам помогают, они действительно, они участвуют с нами в мероприятиях, они действительно готовят атрибуты. Если только вот мы занимаемся благоустройством территории, конечно, сейчас вот идет, грядет год экологии, все, то есть родители никогда не отказывают ни в какой помощи. Главное их заинтересовать и рассказывать, больше информации. Когда вот общаешься и рассказываешь, наверное, находится отклик. Правильно, да. А если вот просто вот привел, как я говорю, в садик и ушел, я потом пришел, забрал, то это, конечно, две разные вещи. Я знаю, что у вас тоже есть фотографии, хотелось бы их посмотреть, а от вас услышать комментарий, 87-й садик, увидеть, что это. Вот, да, это ваш садик. Мы тоже находимся в Кировском районе. Ну, довольно типичная площадка детская, да? А что-то есть такое интересное, что отличается, может, от всех? Нет, просто вот первый кадр, который был, и единственное получается о том, что мы по благоустройству территории занимались. Мы делали клумбы облагораживаемые, делали из декоративного камня, покупали вот эти вот... А вот эти скультуры. Да, это наша физкультурно-оздоровительная работа, которая велась. И вот в настоящее время у нас уже который год проводится и платная услуга образовательная по физической культуре, то есть физкультурно-оздоровительный кружок, где там дети занимаются у нас теннис, волейбол, на тренажерах. И есть такое одно направление, школа мяча, где у нас дети учатся азам футбола, где мы проводим с ними беседы, естественно, готовим их к такому замечательному событию, как чемпионат мира, который пройдет в их родном городе. Поэтому эту информацию они, конечно, получают. Это вот идут кадры как раз... Эстетическое развитие. Это мы каждый год участвуем в новогоднем оформлении детского сада, прилегающей территории. И в 2015 году мы заняли первое место в номинации новогодней акварели. То есть в данной... Это вот тоже художественно-эстетическое развитие детей. Это театральная у нас студия. И у нас музыкальный руководитель. В 2015 году Анна Александровна, она у нас была лауреатом городского конкурса «Воспитатель года 2015», а в этом году лауреат областного конкурса «Воспитатель года 2016 года». Это здоровье. Тут немного направление о том, что мы же знаем о том, что Самара какой вклад внесла в развитие космонавтики, поэтому мы стараемся детям, как можно больше об этом рассказывать, о Самаре, об истории, о современности, прививать чувство гордости за свой город, о том, что они действительно являются жителями города Самары. Поэтому вот патриотическое воспитание неразрывно связано, конечно, со всеми направлениями, то есть оно проводит. Это тоже участвовали и в прошлом году, и в этом году эта международная акция была «Читаем детям о войне». К 70-летию Победы проводились мероприятия, также участвовали во всероссийских конкурсах и заняли тоже первое место уже в Самарской области. Вот это вручение, вручение подарков, это приходили ветераны на праздник Великой Отечественной войны. Ну и вот здесь вот как бы тоже заканчиваем благоустройством территории этого. Да потому что вот у кого уже вырастают дети, и уже теряется представление, потому что в свое время вводили детей в сад, и теряется представление, что же сегодня представляет из себя детский сад, как он меняется в связи вообще с тем, что и мир меняется, и жизнь. И получается, что вы в ногу со временем еще и с информационными технологиями и учите уже детей изначально, их осваиваете и так далее. Конечно, это прекрасно. Следующий мой вопрос. Что вы для себя нового все-таки открыли, нашли, и какую пользу получили, участвуя вот в этой выставке форуме, международной, всероссийской, что-то вот для себя открыли новое? Или вы, наоборот, вот поделились своим, а нового в принципе ничего не увидели? Или что-то есть? Нет, конечно. Участвовало очень много дошкольных учреждений. Были 8 тысяч дошкольных учреждений, образовательных учреждений. Но больше всего там было гимназии, школ. Детских садов было намного меньше. Но все-таки мы не только показали свой опыт, но и сумели что-то найти для себя. Допустим, вот мы когда пролистывали все материалы, когда были подведены итоги и просматривали весь материал, мы нашли в одном из детских садов хорошо организованное, безопасное пребывание детей в детском саду. Мы это взяли на заметку себе. Взяли также несколько... Ну... Безопасность – это важная очень тема. В современном мире это просто... Ну, а также организация предметно-пространственной среды в соответствии с ВГОСом. Потому что эта тема очень обширная. А что это такое? Вот звучит, конечно, очень так. Организация предметная чего? Пространственной среды. А вот попроще. То есть это среда, в которой находятся дети. Как ее комфортно организовать, чтобы ребенку было удобно. Где он может и уединиться, поиграть. Где он может что-то заменить. У нас сейчас очень интересные предметы, заместители играют дети. То есть вот берут обычный строительный материал и представляют, что это медвежонок или что-то еще. И могут играть. И даже кукол не надо. Потому что у детей сейчас так развита фантазия, что они смогут сыграть с любым предметом. И поэтому нам хочется вот так вот, так предметную среду организовать, чтобы детям было удобно и комфортно, и чтобы они могли раскрыть свой творческий потенциал. Да, в общем, безопасность и организация вот этой среды, в которой ребенок находится. А у вас, Галина Валерьевна, какие открытия произошли? Что-то вы для себя переняли, нет? Да, конечно. То есть просматривала все. Тоже действительно заметила о том, что дошкольные учреждения мало участвовали в этом форуме. Хотелось бы, чтобы побольше. Потому что все-таки хочется посмотреть опыты других городов. То есть как устроены детские сады, то есть какие у них приоритеты и все. И посмотреть, действительно ли мы все идем в ногу со временем, с новыми требованиями, которые нам федеральный стандарт установил. То есть хочется соответствовать этим новым требованиям. И вот, ну посмотрели, ну вот мало, но действительно стали смотреть вот эти школы, лицеи. Школы-лицеи у них тоже очень интересно. То есть можно многое перенять. И действительно я тоже заметила о том, что вот вопрос безопасности, конечно, тоже освещается очень сильно на этом форуме. То есть как-то особое внимание там было. Вспомни, многие вспоминают советское время, когда детей выводили гулять и оставляли, и выглядывали только из окна, там через час, что ребенок вот еще на площадке, и все с ним хорошо. Сейчас, конечно, вот время диктует свои какие-то новые условия. Да, поэтому мы принимаем любые меры для обеспечения безопасности детей. Это как в первую очередь. Да. Ну и еще, конечно, хотелось бы понять, вот какие задачи ставят перед вами, в высшей инстанции, вот что, какой человек маленький, формируется, какие задачи, вот что вы вкладываете в него, какие используете, может быть, ну направление понятно все-таки, вот как вы достигаете направления, да, это вот как дорога прямая и большая, и длинная, а вот чем вы подкрепляете вот это направление, как вы его реализуете? Что, чем вот, каким мероприятием, методиками, еще чем-то? Потому что, ну да, понятно, направление там искусство, еще такое духовное развитие. А как? Ну, получается, что мы вообще образовательную деятельность в детском саду мы строим так, чтобы способствовать развитию личности, развитию мотивации, развития способностей детей в различных видах деятельности. Поэтому, если мы выбираем какое-то основное направление, это просто мы там работаем углубленно именно в этом, то есть хотим понять вот специфику этого направления, то есть как реагируют дети, то есть как они себя чувствуют, то есть применяя к ним те или иные там методики, технологии, то есть воспитания детей. А в основном, конечно, у нас всестороннее развитие детей идет, всестороннее, то есть по всем направлениям мы работаем, естественно, привлекая это как детей, То есть не обыденными какими-то, ну вот, как это, ну не обыденной вот этой жизнью, а вот привнося как раз вот различные мероприятия, привлекая родителей, когда дети радуются, что с ними рядом родители, он делает тоже так же, что и он. То есть вот эти совместные мероприятия, когда у нас участвуют все педагоги, когда все улыбаются, когда все довольны, когда здесь идет атмосфера вот этого праздника какого-то, то есть привнося вот эти яркие моменты, идет вся образовательная деятельность, строится хорошо, замечательно. Ну, родители-то, да, вот обычно и на праздниках всегда присутствовали родители и смотрели на своего ребенка, и каждая мама думает, а мой это самый красивый. Самый лучший. Это вот обычно так происходит, приятно, что вы эту традицию продолжаете. Евгения Федоровна, вы уже сказали о вот интересных таких направлениях, не направлениях, а, наверное, таких точных мероприятиях, как Дерево Добра, вот хотелось бы подробнее об этом узнать. Потом у вас есть такое понятие, как микросоциум, тоже так звучит, так очень масштабно, а вот что это такое? Дерево Добра, это как раз вот опыт был по духовно-растному воспитанию, с которым мы даже опыт обобщили, и мы даже выезжали в Жигулевск на межрегиональную конференцию с этим опытом, мы представляли его. Он состоял из нескольких подпроектов «Моя малая родина», это ознакомление детей с родословной своей семьей, с семьей, истории детского сада, истории города, потом «Моя родина Россия», ну и, конечно же, «День победы», «Дорогами войны». И во всех проектах осуществлялась взаимосвязь и специалистов, то есть вот психолога, логопеда, как коррекционная работа, и педагогов и родителей через самые разнообразные формы. Это непосредственно образовательная деятельность, через опознавательные вечера, через ситуативные разговоры, маминные уроки, праздничные концерты, выставки совместного творчества, и конкурсы стихов, поделок, игровую продуктивную деятельность. То есть вот решались очень сложные задачи развития и воспитания дошкольников. И, конечно же, мы раскрывали в работе над этими проектами творческий потенциал детей, потому что мы стремимся к тому, чтобы наши дети были самостоятельные, активные, эмоционально отзывчивые, могли проявить свои инициативы, проявить свои знания, могли что-то предложить, имели яркую индивидуальность. И такие нравственные качества, как любовь к родине, любовь к ближнему, к природе, я думаю, останутся у детей навсегда и еще будут долго приносить добрые плоды. Но, кроме того, мы еще работали, если говорить о взаимосвязи с родителями, то, конечно, мы без родителей ничто. Родители полноправные, полноценные помощники и участники педагогического процесса. Они не только шьют костюмы, они везде сопровождают, всюду сопровождают нас. И вот педагоги совместно с родителями представляли мастер-классы научной конференции «Азбука детства. Талантливые родители и успешные дети», где она проходила в Самарской гуманитарной академии. И вот наши педагоги давали мастер-класс, где с другими детьми, вместе с своими детьми, которых они привезли, привезли и родителями, делали куклы-обереги, а потом оживляли их, вложили вот свое сердечко в воспитатель, и говорят, приложите ручку, где у вас сердечко, а теперь поделитесь им. А где у вас душа? Какая она у вас, легкая душа или какая? А теперь этой душой поделитесь своим оберегом, своей куклой. И было очень интересно, что на этом мастер-классе присутствовали даже папы. И вот они из этого квадратного куска лоскутка ткани, они вот эти делали эти обереги, связывали их, сшивали, и потом вместе с своими родителями оживляли. Конечно, это сплачивает и родителей с воспитателями, мотивирует воспитателей на поиск новых форм работы с родителями, ну и, конечно же, налаживает. И вообще, да, конечно, самое главное понятие для человека – это сердце и душа. И то, что вы для ребенка, который играет с куклами, это его, как бы сказать, традиционно. И вы все это вот соединили, и прекрасно. И вот еще про понятие микросоциум, оно вам тоже вот знакомо, известно, и вы его используете, или это только вот Евгения Федоровна? Мы у нас налажены связи с детским центром Воскресенье, со школы 38 у нас хорошо налажены связи, потому что там находится ТОС и вот СИРОК. То есть микросоциум – это вот вывод? Вот что это? Это территориально? Это территориально, в 15-м микрорайоне, да, это территориально. Вот в 38-й школе обычно проходят конференции, или вот в детском и парахиальном центре. Понятно, да, да, все понятно, это территориально, потому что я хотела уточнить, что же это за понятие. И вот меня порадовала ваша связь с городом, Галина Валерьевна, что вы так и стратегически заглядываете вперед до 2025 года развития Самары. И еще вот о связи с городом. Несколько слов у нас буквально минутка остается. Как вы это все вот на практике реализуете? Вот что наш город, мы самарцы маленькие, и вот мы гордимся, что мы тут живем. То есть, да, конечно, патриотическое воспитание – это одно и то же из основных направлений нашей работы. И как бы хочется сразу заглянуть вперед в 2017 год, как-то взгляды на будущее, что у нас год экологии будет. И, конечно же, это опять говорит о том, что мы понимаем всю важность этой проблемы экологии. То есть, хочется помогать и работать. У нас уже намечено очень много мероприятий по данному направлению. Мы вот даже хочется отметить, что два года назад мы были победителями детский сад года в номинации «Цветущий детский сад». Там наметили… А сейчас «Цветущий город». Да, «Цветущий детский сад». То есть, мы наметили программу себе мероприятий, то есть развитие дальше, благоустройство своей территории. Сейчас мы ее реализуем. Но в то же время мы не отстаем от того, что устраивает какие мероприятия администрация Кировского района. То есть, разве… То есть, тоже у вас микросоциум присутствует. У нас, к сожалению, уже вышло время. Время прекрасно. Вот, знаете, действительно разностороннее. Тут и душа, и сердце, и космос, и «Цветущий город», и экология сады. Спасибо вам огромное за то, что вы так крепко относитесь к нашим детям. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Продолжение следует...